Завтра в Русском драмтеатре премьера спектакля «Поединок». Режиссер говорит, что для этой постановки вместе с актерами придумали даже новый жанр – траги-марш. Правда, в афише она значится как траги-фарс в двух действиях. Чего ждать зрителям от очередной работы молодого постановщика из Санкт-Петербурга, расскажет Надежда Андреева. Неожиданно для всех я выдерживаю блистательный экзамен. Тут, конечно, они скажут, что ж такого удивительного. Вы были заранее в этом уверены? Такой способный? Милый? Талантливый молодой человек. Таким предстает перед зрителями главный герой пьесы «Поединок». В спектакле роль Георгия Ромашова исполняют двое. Любимец публики Андрей Аверин и начинающий актер русской драмы Даниил Иванов. Если Андрей, он уже более опытный актер, он больше умеет и может это сыграть, то Даня еще не умеет, конечно, не может, но сам по себе он очень подходит на роль. Понимаете? То есть это вот в чистом виде Ромашов. Оба актера признаются, эта роль дается тяжело. Каждый перед выходом на сцену проводит серьезную внутреннюю работу. И тем интереснее зрителям будет посмотреть на результат. Образы получились, если не полярными, то противоположными. У меня идет пока это чисто интуитивно. Потому что, как я в этом возрасте, я это чувствую. Сколько я учился четыре года в институте, вот здесь я должен проявить полностью. Хотя, конечно, знания, которые в институте я получил, это мало. Они не хватают этого, чтобы сыграть эту роль. И приходится как-то выкручивать все свои кишки, наматывать, как-то биться. Каждой репетиции, каждому прогону мне приходится час минимум потратить на то, чтобы хотя бы, ну вот почувствовать вот это вот, на профессиональном языке называют задачи почувствовать, да, почувствовать эти вот задачи, обстоятельства и попробовать посуществовать именно как Ромашов, а не как вот я, Андрей Аверин. Потому что я во обстоятельствах Ромашова существовал бы абсолютно по-другому. Режиссер спектакля Игорь Лебедев придумал новый жанр для своей постановки – траги-марш. Здесь вообще обещают много современных, необычных художественных приемов. Например, в спектакле будет звучать электронная музыка. Вперед! Все сделано немножко в таком игровом стиле, очень много придумок от самих актеров, очень много этюдов от самих актеров, приносов разных. Каждый актер играет в спектакли по несколько ролей, которые требуют постоянного присутствия на сцене и почти мгновенного перевоплощения. Как говорит режиссер, в последние дни перед премьерой идет детальная проработка каждого образа и даже трехсекундного отрезка спектакля. В пьесе «Поединок» две ключевые линии – любовная и социальная. И в зависимости от того, кто из актеров будет играть главную роль, спектакль получится либо лирическим, либо драматическим. Надежда Андреева, Екатерина Ингалакова, Вести Чувашия.